доброго времени дорогие друзья добрейшего вечерочка в общем как и обещал рассказываю ребятки про google сервисы на смартфонах huawei не только на смартфонах там на планшетах и на прочей технике что как установить я все наглядно покажу рассказывал снимал большое видео но к сожалению многие люди не поняли хотя пошагово рассказал сейчас второй раз снимаю видео ребятки постараюсь более еще четче более конкретно рассказать показать запись видео с моего новенького смартфона huawei p60 pro видео слава богу вообще просто пишет великолепное видео великолепно я боялся очень что него будут проблемы как в made 50 pro made 50 pro перегревался и видеоряд записывал плохо этих проблем нету слова mp60 pro уже протестировал уже протестировал 4к 30 кадров в секунду и 4к 60 кадров в секунду просто великолепно величие ребята и не ожидал покажу вам потом дальнейшем примеры видео с ховой пришел просьба давайте вам покажу так наглядно чтобы видели на что видео записываю вот он п 60 pro а на примере мы это 50 про я вам сейчас покажу как устанавливать google сервис и все это делается личайшим путем но если кто-то не разобрался ничего там страшного нет не значит что человек не неадекватный глупый просто ну бывает так что в чем-то не разбирается в этом ничего стыдного нету ребята я к примеру не разбираюсь парке то строениях я не знаю как там собрать ракету какой отремонтировать как-то управлять ракетой чтобы полететь там на марс или еще куда-нибудь я в этом не знаю полный ноль ну и что есть такого что некоторые просто есть люди к сожалению у меня в друзьях такие знакомые друзья есть которые боятся создать вообще даже допустить осознание того что они в чем-то не разбираются вот человек глупо говорится ой я это знаю ой я это тоже знаю я это знаю когда уже не хочешь человека там макать в нос в лужу как бы так мягко говоря уже стараясь эту тему не поднимать потому что понимаешь что человек не вы там не разбирается на сведущий но при этом все время говорит такую фразу я это знаю это интересно но такие детские отмазки но это скорее всего действительно идет все с детства какие-то психологические болезни вот такие то что некоторым людям очень стыдно показать что они не сведущие в каких-то темах ну что здесь стеснят я же говорю я не знаю как видеть на ракете в космос как ее собирать как настраивать как ее управлять ну и что такое то что у нас человек полный болван если что-то не знает в общем такое есть конечно у людей примитивное суждение о других людях меня просто это удивляет вообще нереально поэтому никого сам судить не берусь если вы не разобрались как устанавливать гугл сервисы то я вас не буду критиковать я постараюсь наоборот помочь ребят на примере смартфона huawei made 50 pro а запись ведется на huawei p60 pro еще раз повторяю и погнали сейчас водички попью ребята то язык прикушан пьют и лекарства которые полустирта сушат пересыхают ужасно вон секунд плюс все попил ребятки сока лечебного офигительные сделал сам сок с персиков из апельсинов в общем ребят конкретно по huawei как вы знаете на китай санкции начала америка накладывающая раньше чем на россию связи с тем то что компания хуаwei начал по всему по всем по всем штатам по америке по всему сша условно свои вышки 4g там потом 5g и вот в общем америка под подлогом того что китай за ними следит начало их вообще там разносить просто своими санкциями из-за этого смартфоны huawei получают все время процессоры с опозданием в один год то бишь в час правит балл снабдрагон 800 на драгон 8 ген 2 в смартфонах стоит снабдрагона 8 ген 1 8 ген 1 плюс в технике вообще хуауэй в общем с опозданием в один год в следующем году уже выводит 8 ген 3 а в хуауэях появится только 8 ген 2 и то же самое помимо железа космос еще к сожалению и вот сервисов google можно ли установить через какие-то костыли через какие-то там переходники обходники и прочие радости жизни через какие-то танцы с бубнами анальные вечеринки все прочее можно ли установить google сервиса да ребята можно даже вообще намного легче нежели чем всякие костыли всякие прибамбасы вот смотрите ребятки я вам покажу что у меня установлено на my 50 pro google диск app gallery gspace gbox google play игры play store тапк game center youtube apocopure google google one так дальше дальше в этой папке ничего нету идем дальше есть проводник сайт программа по установке файлов файл менеджер тудис виртуальный пульт виртуальный пульт обалденная вещь слава богу что хуауэй p60 pro его не убрали то бишь вот при помощи инфокрасного датчика вы можете управлять там один микрофон а это красный датчик можете управлять своей техникой в доме вот пожалуйста подписал у меня в доме в частном четыре сплит системы и вот некоторые из них под прикрепил сюда субтроник panasonic lgtv витек там получается еще не все прикрепил но к сожалению через виртуальный пульт не все и находит вы опять же можно устанавливать сторонние виртуальные пульты потом погнали дальше huawei health темы настройки antutu тест конкретная gpu видеоядра antutu общий тест аида 64 и троттлинг cp cpu фон клон приложения а и лайф из музыкальных приложений вот такие положения локальное видео музыка видео мюзик центр для sony наушников беспроводных и хэдфонс тоже для наушников sony радио рекорд для прослушивания или записывания треков с радио мэкс плеер для видео хиби каст это для управления плеером у меня появился уже очередной плеер hi-fi я потом покажу я снял видео но к сожалению видео пришлось удалить потому что было нарушение авторских прав показал блин в плеере как звучит плеер с наушниками и через наушники как-то вот услышали что я нарушаю авторские права но вообще просто бред но пришлось видео удалить но бог с ним ладно еще один музыкальный плеер а им наподобие венампа так по игрушкам а но еще приложение у меня ум книги календарь часы трусы диктофон калькулятор транслейторы google транслейтор fb лидер для чтения книг опять же о лидер для чтения книг с этого смартфона слава богу можно читать я вот не знаю мне просто пукан подгорел из-за того что на презентации я посмотрел какой будет новый iphone и в дом в новом айфоне нету не быстрой зарядки сука как же можно было так поставить юсб текси и оставить 20 ватную зарядку но это вообще просто крейзи и получивши больные здесь 6 6 ватная зарядка в хуавей п60 про на которой пишут видео ряд сейчас зарядка 88 ватт она идет придачу на том что позорники apple и samsung не кладут зарядки в свои смартфоны так еще блин у них маленькая скорость зарядки просто вред вот зарядка на 88 ватт хуавей п60 про идет в придачу так если покупать отдельно она стоит там от 3 до 4 тысяч рублей ну за 4 тысячи рублей уже подарок получается ну если в долларах переводить 40 от 40 до 50 долларов но 45 до 50 долларов она стоит и тоже компания хуавей просто дарит получается потому что них смартфоны и так недорого стоят но это конкретно недорого стоит только в россии потому что они захватывают российский рынок молодцы им за это респект в общем и подгорел пукан то что здесь шим минимальный а на айфоне шим у меня на моем 13 про макси шим больше много на 14 про макси физически мы еще больше а герцовка такая же как у меня даже продолжается в 13 про макси шим меньше чем в 14 про макси а в 15 про макси шим опять такой же большой как в 14 про макси местами даже еще больше стал вообще просто бред а герцовка такая же опять какая-то хрень как так ватафак apple я не понимаю а здесь ребята и шим минимальники на физическом уровне там 35 на максимальной яркости когда понижаешь он чуть повышается но максимум доходит там до 18 там на пяти шести процентах яркости чтобы что-то очень мало ребят на самую минимальную яркость я никогда не ставлю даже ночью там ставлю процентов на 20 примерно я могу спокойно читать у него по глазам и герцовка этого шима 1440 такая же опять же как хуауэй п60 про понимаете а в apple опять черт знает что и сбоку бантик из всех плюсов получается только пятикратный зум получился в айфоне про макс именно и все опять же еще как он будет работать потому что здесь на десятикратные зумы уже есть ребята в хуауэй мейт 50 про хуауэй мейт 60 про хуауэй п60 про samsung galaxy s 21 с 22 с 23 ультра у них везде есть десятикратные зумы в новеньком айфоне балам бэк такой барам на все лицо покупателям техники и по мне не знаю в общем пукан реально горит улетел стратосферу обещали шестикратный зум я очень жду я конкретно я сам жду когда у айфонов появится десятикратный зум потому что получается они по телевику вообще ничего не могут ответить не самсунгом не хуауэм просто сосут бибу пользователь apple потому что ну вот так вот ребята потому что apple такая консервативная фирма которая делает один шаг вперед и два назад на следующей презентации через год будет опять шаг вперед и два назад когда десятикратный зум ждать еще лет через пять что ли когда мне он нужен необходим постоянно я приближаю фотографирую там там бывают на местах люблю фотографировать а получать этого всего нету в пятнадцатом про макси уже не говоря про 15 про в котором даже пятикратного зума нет в общем apple позор конечно ребят просто позор вот у меня к примеру чтобы понимали жить лежит айфончик мой наливной я вам практически вообще не пользуюсь уже ребята видео меня он не устраивает как снимает хотя все хвалят что он снимает видео хорошо да хорошо но это видео не получается перекинуть на компьютер потому что если видеоролик большой то его не перекинешь никак не через провод не перекинешь не через облака не перекинешь не через тюнца не перекинешь никак вот такая вот проблема к сожалению по фотографиям apple полное дно полнейшее днище 14 про макс 13 про макс 12 про макс да и все прочие по сравнению с китаем они даже по сравнению с южной кореей дно самсунг выигрывает уже apple давным-давно а по сравнению с китаем и самсунг дно потому что сейчас китай захватил вообще весь мир ребята китайцы просто молодцы компании такие как хуауэй оппа живо ну более-менее сиоми они сейчас впереди планеты всей конечно по мобильной фотографии по смартфон настроения ладно ребята это была ремарочка потому что вы спрашиваете что я думаю про презентацию айфончиков новых я там накидал по быстренькому раскидал все пояснил за мобил так по игрулькам из игры у меня конкретно то что я бывает нет нет да поигрываю это kingdom rush винниганс танк blitz понятно all of the time blitz domination стратегия west all punk вот эти две игрушки еще даже не играл вот тут начинал играть на что-то бросил потому что отвлекают другие дела в общем на этом смартфоне у меня игр немного но любые игры можно установить в легкую показываю теперь как делать как установить google сервис пока показал вам до этого google сервисе все у меня на борту также youtube пожалуйста все 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 там же также гейм-центр есть сейчас я зайду покажу вам вот гейм-центр полностью с моим аккаунтом рабочим полностью куда подсасываются подтягиваются все мои достижения во всех моих игрульках а ну и ребята какой еще огромный косяк конечно у техники apple смартфонов конкретно то что сейчас я пишу на могу поставить на паузу после поставил на паузу вот снял с паузы видите поднес специально чтобы увидели разница поднес телефон к камере смартфона на которой записи бьется вот такие пироги а на айфоне просто позорище apple техника это просто позорище вот смотрите ребят включаем айфончик включаем видео на него и что нам предлагает apple сделать фотографии не качественно потому что время видеосъемки да это вообще бред это не нужна функция сумка apple сделайте паузу посмотрите ничего нельзя делать только выключить и все никакой паузы нет танцы без пауз а я люблю дип хаус вспоминается трек в общем ребятки погнали ладно пукан у меня техники apple конечно горит у меня и планшет я пользуюсь уже довольно таки редко apple ipad и резко пользуюсь наушниками и autistic чтобы наушникам другим проводным по качеству звучание не реально даже провод им они до проверки всем запутаться не про я сказал не уступать уже сильно проводным и даже без проводным они очень сильно уступают другим брендов даже взять наушники sony автор не свою очередь вступает если проводные конечно же проводным наушником там небо не земля технологии которые идут пока по проводу они все таки намного лучше ридaton и звучание намного лучше У этих наушников, конечно, беспроводных Ну, в общем, я жгу Компания Apple лично меня конкретно расстраивает Если кого-то радует, то ребята Я рад за вас, потому что надо чем-то в этой жизни Стараться, конечно, радоваться И вообще у японцев есть правильная философия В плохом видеть хорошее К примеру, я в плохом увидел хорошее Что наконец-таки появился USB Type-C У компании Apple, ну и что появился пятикратный зум И все Больше ничего нового Две вещи Пятикратный зум и USB Type-C И все, больше никаких новинок Сзади iPhone выглядит, как старый iPhone 12 Pro Max, 11 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max Apple, вы серьезно? Поменять дизайн уже не алю Как бы, все уже Как Степай шел там Как бы, как в этом зале, не помню точно Который там чертежами занимался и рисунком, и прочим Так у них что, там голова уже перестала работать А, или Джонни Айхоу Да, Степайского, он прям Джонни Айхо, как называли, чувачка этого В общем, получается, уже ничего они придумать не могут Дизайн меняется уже пять лет Начиная с 11 Pro Max Сзади опять эта комфорта, плита, камера Из трех составляющих Ну, там еще с 12 появился Pro Max Solidar датчик Да, большое достижение Ну, в общем, не знаю, ребята Из фаната Apple Я уже начинаю превращаться в хейтера Apple Потому что, ну, у меня реально пукан горит Ребята, я ждал совсем не того Всего лишь два изменения Ну, это просто бред Ладно, хер с ним с этими Apple Долбовыми, которые не меняются Не развеются Стоят на месте и стагнируют Не знаю, почему Так, ребятки Для начала, что нам понадобится Смотрите Заходим через интернет И в интернете Вбиваем вот такую вот надпись Вот, вбиваем вот такую вот надпись Tabc Пишем Tabc В браузер заходим Вбиваем такую надпись Tabc Потом Скачать Он вас перекидывает на трешбокс И это приложение Tabc Вы можете здесь скачать сразу Можете с этого трешбокса Онлайн все пользоваться Вот, скачать на трешбоксе Вот, закачиваешь Нажимаешь скачать Нажимаем скачать Пишет файл проверен Листаем вниз Находим надпись скачать Нажимаем скачать И внизу появляется смартфон Загрузить приложение Вот, нажимаешь загрузить Я не успел нажать Еще раз нажимаю Вот, нажимаешь загрузить Добавлено список загрузок Сейчас она загрузится И можно будет устанавливать Все, загрузилось Можно устанавливать Нажимаешь установить Я не буду нажимать, потому что у меня это уже все есть Все, нажимаешь, устанавливаешь Появляется на рабочем экране, переносишь папку Где это у тебя находится, к примеру у меня находится Приложение инетка называется Ну интернет обозначает И вот это приложение тапка, вот оно Переходим сюда Трешбокс АПК И все что вам нужно, ребята, вот Софт или игры, убираешь, что вы хотите Вот здесь есть, можно закачать АПК файлы Ребята, и устанавливаешь Уже получается напрямую оттуда АПК файл проверенный Все что хочешь, ребят, вот MX Player, ВКонтакте Google Play Market, Poweramp, WhatsApp Delfin Browser Приложение Google Google Переводчик, Tor Офигительный, прикольный браузер Ну, типа такой, зашифрованный Discord Firefox Dropbox 1400 страниц Получается на 1400 страниц Хотя хотя бы 5 приложений Получается около 10 тысяч приложений То бишь все, все, все Полностью вы найдете Все, что хотите Вот пошли дальше К-клеонер Чистить вашу операционку Либо на планшете Либо на смартфоне Яндекс.Клавиатура Твиттер Райфайзен Онлайн Банк Бизнес Календарь Шаттл ВПН И Мьюзик Плеер Ну, пошло, пошло, пошло Тут их тысячи, поэтому не вижу смысла смотреть Также, смотрите, переходите в раздел игры Все, что хотите, можно найти здесь по игрушкам Опять же Покемон Фрутнинджа Робокс Симулятор кейсов для стандов 2 Ну, это вообще бред какой-то Стрельба из пистолета Там, ла-ла-ла-ла-ла Бла-бла-бла Пошла Ну, к примеру, я так закачал себе отсюда танчики И Доминейшн закачал стратегию Вот, пошли игрушки все Все, что хочешь, можно найти Здесь единственное, что Самый большой косяк этого приложения То, что здесь неудобно сделана поисковая строка Вот, смотрите, здесь нигде поиска вроде как нет, да? Где найти поисковик? Переходишь в меню В меню И вот здесь уже вверху пишешь, что хочешь найти Там, игрушку или приложение И она вам находит, скачиваете, устанавливаете После того, как установились, у вас значок появится где-нибудь на рабочем столе Вот здесь Появляется в правом, в самом крайнем правом рабочем столе Вот Отсюда перетаскиваете, распределяете Вот у меня папка ум Это там, где я там учусь, читаю У меня там книги я читаю, журналы, всякую информацию, понимаете? Папка Серединка рабочего стола У меня все время разгружено максимальное пространство Мне так больше нравится Я такой человек, как бы эстет Мне вот так больше нравится Я так вижу мир, скажем так Папка хрень у меня Это где всякая ненужная мне хрень, которую я пользуюсь, ну Более или менее редко, скажем так Папка инетка Это где интернет, всякие приложения собраны И папка файлы Это где файл менеджер и прочая всякая лабуда Сейчас, ребятки, водички попью После того, как мы исправляем приложение TAPK Скачали себе все, что угодно на рабочий стол Раскидали по папкам К примеру, это игра Или это мессенджер какой-то, социалка какая-то ваша Что нужно сделать, чтобы подтянулись ваши все контакты? Заходишь в приложение G-Space Оно изначально либо есть на телефоне Бывает так, смотря для каковой версии Идет смартфон или планшет Huawei Потому что где-то изначально есть уже, а где-то нету Потому что это все в зависимости от региона В общем, если нету, то то же самое G-Space Вот это приложение скачиваете на приложении TAPK Сначала приложение TAPK скачиваем на обычном браузере Любой браузер, там Firefox или вот родной, который идет Или Opera, любой, не имеет значения Или скачиваете на компьютере Если у вас есть нет мобильного интернета Или не стоит здесь МК, так к примеру Скачиваете, пожалуйста, через компьютер И пока файл перекидываете TAPK Здесь его раскрываете, устанавливаете Потом заходите в него Через него накачиваете все, что угодно Тот же G-Space, к примеру Закачали вы, к примеру, игрушку World of Tank Blitz Вот где она, ебтель-мобтель Так, сразу она у вас не пойдет Сразу она не пойдет Или Domination, сразу не пойдет Она на рабочем столе, когда будет Она будет выглядеть вот так Winigens Winigens сразу, видите, без значка вот такого Четыре квадратика в левом Нет, вправо в нижнем углу Вот, четыре квадратика Это значит, каждое обозначение этого Четыре квадратика, значит, уже подтянуты мои Здесь все социальные мессенджеры Или там Play, вот этот, как он там называется, я забыл Game Center или Google Play В общем, подтянуто все уже полностью к игрушкам То бишь, будет там вся информация Ваши достижения, докуда вы дошли Вот, везде А вот Winigens я установил отдельно через ЭПК Если вы не понимаете, что такое ЭПК То погуглите в интернете, ребят, понимаете Если вы не понимаете, что такое ЭПК То вам такое видео смотреть рано Это как бы для продвинутых пользователей Нигде полностью для чайников Ничего там обидного нет, потому что я сам являюсь чайником в других направлениях Ничего тут такого я жгу, не обижайтесь В общем, посмотрите, что такое ЭПК Если вы за это не шарите Если не шарите за True Vibe То позырьте на YouTube там или еще где угодно В общем Заходишь в любое из приложений Если нет вот такого квадратика И эта игрушка сетевая Или выйдет до этого, они уже играли На другом смоторе, на другом планшете И там какое-то достижение было То достижение не потянется, если не сделать следующие действия Какие следующие действия Заходим в приложение G-Space Видите, моментально открывается Но, к сожалению, включается паразитивная реклама Эти в телефонах Huawei, Xiaomi и прочих китайских брендах К сожалению, вонючая реклама уже это достала Ну, ребята, вот таковы реалии Вот, пожалуйста Здесь у меня уже подтянута Google Play Google, Google Play игры Ну, опять же, игрушки, YouTube Чтобы подтянуть сюда любое приложение Нужно нажать вот этот плюсик Нажимаешь его один раз Один раз не водолаз Вот, смотрите, еще раз показываю плюс Нажимаешь один раз И все, любое приложение можно подтянуть Что получается происходит Допустим, давайте подтянем Tugis Нажимаем клонировать Все, он теперь здесь Теперь я могу зайти в Tugis Tugis Им можно пользоваться без регистрации И можно премиальная версия пользоваться с регистрацией Получается Там всякие бонусы определенные есть Которые нету в бесплатной версии без регистрации Но она как бы и так и так бесплатная версия Просто незарегистрированным пользователем Там бонусах меньше, удобства меньше использования Хотя я прекрасно пользуюсь и так И когда зарегистрирован, и когда не зарегистрирован И все, получается, теперь подтянулись мои все сервисы туда Получается, смотрите, переходим Где он родной Ага, вот так И вот, смотрите, пока еще никуда не переходим В G-Space опять остаемся Надо создать теперь Вот, обновить, удалить Или создать ярлык Нажимаешь создать ярлык Добавить на рабочий стол Все, переходим теперь на рабочий стол И вот у меня теперь 2GIS Полностью с моим аккаунтом А есть у меня также 2GIS Без моего аккаунта Вот у меня два вида 2GIS Причем этот 2GIS теперь можно удалить А этот 2GIS у вас останется уже полностью с этим Но в некоторых приложениях, честно скажу, бывает так Что когда исходник удаляешь, может удалиться приложение Вот такой маленький нюанс В общем, смотрите, показываю вам наглядно Теперь подтверждение моих слов Запускаем мой аккаунт с танчиками Опять реклама, к сожалению Вот мой тренировочный аккаунт На котором я даю ссылочку Все играют друзья там у меня, девчонки играют Естественно, там статистика ужасная Там 48% побед, что ли Но это чисто тренировочный ак Перед тем, как на основе привезти какой-нибудь танк интересный Мне интересующий Я приобретаю его здесь Вот, пожалуйста, мой аккаунт в игрушке Якобы, которая не должна запускаться на Huawei смартфонах На Huawei планшетах Вот, пожалуйста, все идет Вот, пожалуйста, ребята Все настройки на максимум 16х, 4х Частота обновления кадров 120 Максималка, которая здесь есть Вот, все на максимум Все Кроме Режим цветовой слепоты Но это для дальтоников людей В общем, ребятки Пожалуйста, играй Все, что хочешь Погнали дальше Покажу вам еще стратежку одну Закрываем Закрываем Запускаем игрушку Доминейшн Я надеюсь, в этот раз вы все поняли Сначала скачиваем через любой браузер Хоть на компьютере Потом перекинете файл АПК Скачиваете приложение АПК ТАПК называется Потом заходите в него Регистрироваться не надо Никаких, блин, смс Никаких регистраций Вот, смотрите, пожалуйста Все идет Максимальная графика И стратегия Идет офигительно плавно Сейчас играю чуть ли не каждый день Игрушка офигительная Уже много лет не играю Уже несколько аккаунтов Разъемный Вот сейчас конкретно На этом последний аккаунт У меня остался Так, ну все Выхожу с нее Давайте еще раз Пробежимся По тому Что вам нужно будет сделать Если вы купите себе Смартфон Фолуэй Или купили уже Но никогда не разобрались Такое бывает Ничего там страшного Нет Или планшет у вас На операционке На этой Емуй там Или Хармония ОС В общем Что нужно делать Через приложение Родное Браузер Заходим И пишем Надпись Тапок Тапок там Или трешбокс Точка ру Напишите В общем Все что угодно Вы скачиваете Вот такое приложение Вот Оно появляется На рабочем столе В него Заходите Что определяете Если будете смотреть Софт или игры Допустим Вот игры И пожалуйста Качай все что хочешь Тысячи Тысячи Страниц Если не хочешь Вот так искать Нажимаешь В меню Вот Поиск Вбиваешь Поиск Название Любой игры Которая нужна Вот Или по папкам Распределено Здесь Ну Пожалуйста Все что хочешь Там форумы Игры Там статьи Всякая ерунда Вот И отсюда скачиваете Все что угодно Если это просто Игра Оффлайн Типа игрушки Еще раз объясняю Повторяю Если типа Просто типа Kingdom Rush Игрушка Которая не требует Там Подключения к интернету Вот Вы можете в нее Оффлайн играть Вот самолетчик у меня стоит Сейчас режим Я могу выключить даже Вайфай Она будет оффлайн идти То ее не нужно Перекидывать В Приложение G-Space А если это Онлайн игрушка Которая требует Чтобы подтянули Все Полностью Все свои данные Четко Если вы там достигли Чего-то То переходишь G-Space И нажимаешь Здесь добавить И добавляешь Все что угодно Все что вашей душеньке Угодно Вот к примеру Те приложения Которые у меня есть Которые можно добавить У меня даже не все Добавлены Потому что они мне Все и не нужны Полностью Вот такие пироги Все Добавил Получается Она подтянулась Ты заходишь Устанавливаешь Вот эту еще Ерунду Google Play И в Google Play Через приложение Тапок И в Google Play Потянется ваш аккаунт Который у вас На любом андроиде Был Или на любом андроид планшете И все Получается У вас здесь есть игра С вашим полноценным Аккаунтом С вашими всеми достижениями В которые вы можете Поиграть Зайти В общем Ничего Совершенно сложного Нету ребята Все делается на ура Вот так же Я не хочу запутывать Вас показывать Еще другие варианты Но так же Вот к примеру Сейчас мельком покажу Есть приложение Называется АПК Пюр Чистое АПК Переводится Видите АПК Пюр АПК Пюр Может на паузе Поставить Заскринить В общем Скачивайте Это приложение Также через Тапк Или Трэшбокс Это так же Называется Одну и ту Рассчитать Те же яйца Только в профиль Или скачивайте Пока этого приложения Через компьютер Перекидывайте Себя на смартфон Устанавливайте его И так же Качайте Все что хотите Ребята Все что Ваши душеньки Угодно Никаких проблем Какие могут быть Проблемы Единственное Что Сам я с этим Не сталкивался Но говорят Что в каких-то Определенных играх Там детские игры Какие-то Брауз Брауз Старс Там еще какие-то Там Может Прилететь бан За использование Типа вот этих Виртуальных средств Виртуальных машин Но опять же Во все те игры Я играл Которые уже полгода Играю У меня нигде Никакого бана Не притало Все великолепно работает Обновляется Все Все последние версии Танчиков Последние версии Доминейшн Все обновляется Все работает Великолепно И какая же Самая большая проблема Huawei Самая большая Гигантская Мазафака Проблема То что Либо в Huawei Такие тупорылые Работают люди Которые не могут Вот эти простые истины Донести массам Массам людей Массам пользователей Huawei Потому что Huawei Огромная армия Фанатов По всему миру По всему миру В Штатах их покупают В Канаде покупают И в Индии покупают И в Европе Везде покупают И в России Huawei Очень хорошо продается Но проблема в том То что Либо они болтные На это дело Человек Каждый Кто покупает То не разбирается Как я Получается Человек должен Не знаю Пройти какой-то Многолетний опыт Использования Кучи разных смартфонов Чтобы приобрести Этот бесценный опыт Который Который Я приобретал Я платя За каждый смартфон За каждую технику Либо там Не знаю Быть уже с рождения Семипядий Во лбу И разбираться Во всей технике На ура Либо посмотреть Там кучу обзоров И научиться всему В принципе Это тоже не сложно Но почему Huawei И сразу не доносит Для людей это Почему не сделали Какие-нибудь Видеоинструкции Почему нет Видеоинструкции Как это все устанавливается Что устанавливается В одно касание Заходим еще раз Последний раз Уже повторяю Приложение Браузер Любой браузер Хром Там Опера Или вот родной Который идет Со смартфона Изначально Huawei P60 Pro Mate 50 Pro Mate 60 Pro Заходите Переходите На страничку Тапок Или Трэшбокс Так называемый Вот еще раз Показываю Трэшбокс Скачиваете Приложение Оттуда Тапок Или можете Оттуда качать Даже не скачивая Приложение Можно с интернета Закачивать Уже АПК файлы Они будут Сразу устанавливаться Мне проще делать Вот так Я закачиваю Тапок Захожу в этот Тапок Нахожу любую Выбираю Что буду играть Искать там Софт или игру Еще это просто Да есть реклама Да видите Выскакивает реклама Ну и что я промотал Рекламу И вертел ее На одном месте Понимаете Пускай будет реклама Да Пускай будет все Работать хорошо Вот пожалуйста Все прекрасно работает Вот выбираешь Любое приложение Которое хочешь Скачать Скачаешь Вот сюда Давайте вместе Еще раз повторим Закрепим Ну нет Как назло Оттуда ничего не надо Ну вот давайте Steam скачаем Скачать на Трэшбоксе Файл проверен Нажимаешь Скачать Внизу выскакивает Надпись Нажимаешь Загрузить Пошла загрузка Вот в прямом эфире Смотрите При вас все идет Ждем когда загрузится Сейчас у меня Интернет занят Поэтому качается Что-то долго Так скачалось Установить Нажимаешь Установить Все Ребятки Нажимаем Установить Готово Все Смотрите Ищем Steam Вот он Пожалуйста Steam Хотите подтянуть К нему Всю информацию Переходим Сюда Нажимаем G-Space Заходим Сюда Нажимаем Подтянуть Плюсик Ищем Steam Среди Своих Всех Приложений Не знаю Где она Будет По имени Будет А вот Все Получается Он здесь Добавлен После этого Нажимаем Создать Ирлык На рабочий стол Принести Добавить На рабочий стол И смотрим Что у нас Теперь на рабочем столе А на рабочем столе У нас Два Стима Теперь Обычный Стим С неподтянутым Аккаунтом И стим С подтянутым Аккаунтом Вот еще раз Вам покажу Ребятки Сейчас Вот Сейчас вам Ребятки Еще раз Покажу Еще вариант Как допустим Из игры Уже Которую Вы скачали Установили Перейти В официальный Google Play К примеру В игре В любой Сейчас есть реклама Которую мы Рекламу Просматриваем И за просмотр рекламы Нам Дают Какие то нефтички Ну к примеру В танках Дают зото Вот нажимаем Смотреть рекламу Вот я нажал На эту рекламу Не досмотрел до конца Мы переходим По рекламной ссылке В общем Через рекламу Можно перейти Также В Google Play Market Но единственное Что долго Подгружается Нужно несколько минут Бывает ждать Это вот еще второй вариант Есть еще один Третий вариант Ну давайте Я вас не буду запутывать Остановимся на первом Варианте Потому что первый вариант Все таки самый простой Скачиваете АПК Либо через браузер Приложения Файл АПК Либо Через компьютер И закидываете на телефон На телефоне его открываете Приложение вам показывалось Как называется Потом заходите В это приложение Находите игру Или программу Нажимаете ее Скачать Она у вас появляется Мы скачали с вами Только что Она у вас появляется На рабочем столе Мы скачали Стим Если Давайте Сделаем приближение Четырехкратное До всех дошло Все поняли Переходим в G-Space И здесь нажимаем Подтянуть Любое приложение Которое вы будете Использовать онлайн И вот ищем Где стим Или мы его подтянули Поэтому оно отсюда Уже исчезло Да Его уже здесь Походу нету Потому что мы его подтянули И после этих всех манипуляций Нужно в конце Последнее действие Нажать И нажать Создать Ярлык Нажать на приложение Поддержать Пару секунд Или секунду Либо его удалить Уже отсюда Либо обновить Либо создать Ярлык Нажимаем Создать ярлык Нажимаем Подтверждение На создание Ярлыка Даем согласие И все Появляется На рабочем столе И вот на рабочем столе Мы с вами имеем Два стима Стим обычный Оффлайн В режиме Который работает Но естественно В оффлайне стим Вообще никак не работает И стим уже работающий В онлайне Ну вот к примеру Я жгу приложения Которые не требуются Онлайна Вот такие Как книжки Диктофон Калькулятор Все что угодно PDF Ридер Или там Игрушки Которые не требуют онлайна Типа Киндем Раш Их там Куча всяких Ингредиент Любая Это вся фигня Можно без онлайна Играть То Танцы эти с бубнами Дальнейшие не нужны Переходить в G-Space И все остальное Вот у вас как значок Появился Вы можете уже играть Если игра Или приложение Требует онлайна Если требует онлайна Вот еще раз Покажут И в следующий раз уже Заходим G-Space Нажимаем Подтянуть Выбираем игру Или приложение Которое требует онлайна И подтягиваем Нажимаем Выбираем И нажимаем Внизу Клонировать Надпись Вот Все Таким макаром Уже приложение Появляется здесь Оттуда берешь Любое приложение Танки К примеру И нажимаешь Создать На рабочем столе Все И на рабочем столе Появляются Вот пожалуйста Те же самые танки Еще раз Зайдем Посмотрим Ничего Ничего не отваливается Ребята Все работает Прекрасно К сожалению Только есть Дебильная реклама В китайских брендах Ну поскольку Китай впереди Планеты Сейчас все Сейчас уже Компания Google И компания Apple Со своими Гуглофонами И айфонами Уже отдыхают Потому что Такие смартфоны Как Vivo Huawei Опа Они вообще Впереди Планеты всей Ну конкретно Для меня По камерам Я смартфон В первую очередь Выбираю по камере Потому что В игрульке Я могу поиграть На всех видах PlayStation На всех видах Xbox Как у меня все есть На видеокарте У меня не топовая Видеокарта 30-90 Ну как бы Тоже нормальная Вот может Думаю С 30-90 Переходить на 40-90 Или нет Потому что Тоже не знаю Потому что Больше играю на приставках Нежели на ПК Но тем не менее В какой-нибудь поездке Где-нибудь На смартфоне В танчике Или в любую другую Онлайн игрушку Вот ребятки Без проблем Зашел в свой аккаунт Очередной раз Вам все показываю Потому что Видео я снимаю Без монтажа У меня все как есть У меня видео Как стримы Такого формата Все дорогие друзья В общем Ничего сложного нет Тыкайте Натыкайте Что-нибудь Плохое Ничего не получится Не переживайте Рано или поздно Что-нибудь Да натыкаете И все будет хорошо Тем более Я вам уже Пошагово Показал Как сделать Что в первую Очередь Закачиваем Приложение Тапок На трешбоксе Открываем Сайт Пишем В браузере Либо тапок Либо так и пишем Сразу Трешбокс Точка ру Оттуда Скачиваем Приложение Тапок Заходим Приложение Тапок Никаких Регистраций Не надо Заходим Приложение Тапок Никаких Смс Никаких Регистраций Ребят Скачиваешь через распоряжение тапок Любую уже игру Или скачиваешь через приложение Трэшбокс Онлайн скачиваешь сайта Любую игру, любую программу Если игра или программка не требует Интернета То бишь она не работает онлайн, работает оффлайн То можете сразу ей пользоваться То бишь музыкально проиграть Можете сразу слушать музыку, читалка Игрушки какие-нибудь сразу играть Если это приложение типа Ютуба Или еще что-нибудь, которое требует постоянно онлайн Ну тогда ребята заходите вот так G-Space, нажимаете добавить Выбираешь Что будет добавлять в программу или игру Нажимаешь плюсик и добавляешь Нажимаешь там клонировать Оно переносится в эту виртуальную среду Потом нажимаешь в G-Space на это приложение Когда оно появилось в G-Space Нажимаешь и добавить на рабочий стол То бишь там будет написано создать ярлык И все, переходишь уже в свою игрушку Со своими аккаунтами И полностью играешь со всеми своими достижениями Все ребята, я уже и показал, и рассказал Надеюсь уже все все поняли Ну если не поняли, ребят, спрашивайте всем Постараюсь помочь, чем могу Потому что сам не понимаю таких людей Когда у человека другого проблема А люди молчат, тебе не подскажут Это не то чтобы некрасиво Ну можно сказать немножко неприлично Потому что я сам обращаюсь к другим блогерам По другим вопросам По другим вопросам Не касаемо, не связанно с техникой Скажем так И вот не всегда мне блогеры отвечают Другие И вообще я смотрю Не всегда с другими людьми общаются К примеру, покупал я вот наушники, ребят Вот покупал наушники Купил несколько пар наушников Вот, к примеру, вот такие наушники Kiwi Ears, квартет называется Стоит 10,5 тысяч рублей Наушники шикарные Ну вот про эти наушники Я спросил из пяти блогеров Из пяти блогеров Мне ответило Кто снимает про музыки Только два человека Два человека только помогли Им большое спасибо за это Я их уже ранее говорил Что за блогеры эти Ссылочки на них я кидал Под обзором на эти наушники В общем, вот так А трое блогеров из пяти Из прошлых получают и про мальчавы Поэтому я не хочу быть сам С той жопой Которая сидит ровно И не помогает другим людям Хочу себе накинести какую-то пользу Из-за этого я изначально создавал канал на ютюбе Чтобы бороться с ложью других людей И чтобы нести хоть какую-то пользу Обществу Всем тем людям С которыми я сейчас живу В данное время На данной планете Все, дорогие друзья Всем хорошего настроения Пока-пока Турун-турун-тун Всем всего мега классного И прекрасного Покеда